Чтобы следователи будущего, то есть наши курсанты усваивали все, мы проводим занятия не только в аудиториях, но и выходим на улицы. Это проведение осмотра места происшествия, то есть осмотра выявления следов и так далее. На факультете есть три кафедры. Кафедра уголовного права и криминологии, кафедра уголовного процесса и кафедра криминалистики, судебно-медицины и психиатрии. Здесь у нас на первом этаже универсальное учебное место. Моделируется райотдел милиции, начиная с момента регистрации заявления о происшествии и заканчивая производством телевизионных следственных действий в зависимости от учебной задачи. Такая мини-модель отделения банка. Сидит кассир, которого, ну, у нас, как правило, идут застрелили. И вот она в такой позе находится. И курсанты осматривают место совершения преступления, происшествия. Они делают зарисовки, определенные схемы, фотографируют. Мы рассматриваем различные следственные действия, изучаем их особенности в различных ситуациях жизненных. Так лучше на практике запомнимается, как действовать в той или иной ситуации, чтобы нам легче было, когда мы приедем уже на работу, и мы знали выход из каких-то, возможно, проблемных ситуаций. Здесь у нас находится определенный набор средств и инструментов, которыми выявляются следы совершения преступления, которые оставлены на месте. Эти следы выявляются, фиксируются и изымаются. Это могут быть следы транспортных средств, следы орудий взлома всевозможных, следы ног человека, ног животных. То есть все, что угодно. Следоведение нашего трассологии, где изучаются следы пальцев рук человека. На карминалистическая фотография идет детальная. И потом после этого делается слепок. Он застывает и приобщается как вещественное доказательство. Сейчас мы учимся в специальные курсы, именно это расследование преступлений, совершенных неповнолетними, расследование преступлений, совершенных против здоровья особи, против властей. То есть поглиблемо больше наших знаний. Здесь они изучают способи самозахиста на сходе, способи затримания и навыкновения правопорушника, способи одягания кайданки, способи защищения от нападок. Также способи поверхневой проверки, которые мают право совершить полицейский при огляде человека. Випускный экзамен, есть государственный экзамен по специальной физической подготовке, где они складывают нормативы. Хлопцы минимум должны подтянуть 12 раз. Девчата заместь подтягивания на высокие перекладины складывают сгинания-разгинания рук, упори и лежачи. Также 100 метровка, там 16,4 у девчат, у хлопцев 14,3 десятых секунды. Тысячу метров 3,30 у хлопцев, у девчат 4,30. Подготовки к тому или иному обыску предшествует, например, тоже деятельность по изучению личности. Как правило, здесь мы отрабатываем с курсантами поиск тайников, где могут прятать. И в зависимости от того, по вводной дается тот или иной типаж преступника, в результате которого можно понять, что, допустим, человек, который связан больше с интеллектуальным трудом, он может прятать что-то в книгах. Люди, которые связаны, допустим, с физическим трудом, они могут где-то в другом месте, под полом находиться. Вот смотрите, например, вот у нас здесь есть книга Геберт Уэльс. Вот, и мы делаем такой вот, закладываем тайничок. В данном случае это паспорт. Тайничок вот такой вот. Видите, здесь находится порошок белого цвета. Доказательства? Доказательства. После окончания университета каждый выпускник, каждый курсант распределяется по месту жительства, каким райотделом милиции или полиции он направлялся. Если, допустим, он пожелает нести службу в другом месте, там его принимают, он может распределяться туда. То есть это в основном следственные подразделения со всех регионов нашей большой страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова